по дверям прикольно вот этот они реализовали по нажимать как там иногда делают проживание в колхозе ему противопоказано доктором ох ребят и классно ребят я вас всех приветствую нас сегодня lexus а с 250 но это американец и это полный привод ребят сразу вот есть на мой взгляд три основных отличительных черты то есть это главная оптика выполнена несколько иначе на нем здесь видите ходовые дневные огни они вот интегрировали таким вот образом интересным что ему придало несколько иной вид также вот видите изменен форма порога они ее контурно сделали несколько иной которая идет карком да вот таким образом что тоже ей придает такой более на мой взгляд какой-то спортивный вид и задние стопы которые уходят уходят вот сюда можно так сказать немножко даже далеко в бок крыла ребят конечно же полный привод для меня всегда представляет повышенный интерес ну потому что в наших условиях эксплуатации это это всегда плюс но однако стоит отметить конечно же что в этих во всех лексусах дорожный просвет невысок но я бы так сказал низковат то есть а именно он здесь составляет 135 миллиметров причем как в америке так и в официальных версиях но имея полный привод это ласточка способна вас удивить даже зимой на какой-то колье или если вы застрянете однако ребят конечно же это автомобиль не для колхоза не для рассекания по полям то есть проживание в колхозе ему противопоказано доктором это в чистом виде городской автомобиль для эксплуатации соответственно в городских условиях что касается мотора двигателя сейчас дернем капотик ребят секунду так друзья ну вот во всей красе 4g r fse соответственно с газом здесь не все так сказать гладко но тем не менее есть уже компании умельцы которые его устанавливают просто это будет дороже но в связи с тем что все таки эта модель стоит определенных денег она свежая имею ввиду что дороговато то я не думаю что сейчас многие прям кинутся ставить газ пока их еще эксплуатируют как есть опять-таки нельзя назвать ее прожорливой да но супер экономичным этот двигатель тоже не назовешь тут уже на кошелек как говорится въезд она в районе 12 плюс 13 бывает да с пробками у всех по-разному бывают там в районе и 15 как то так от этого никуда не деться то есть если аккуратно ездите то будет у вас где-то в районе 12 с половиной 13 собственно говоря так и заявлено что касается масла владеет видите здесь вот с америки как обычно 0 и 20 у нас сюда уже заливает владелец 5 в 30 ну как официалы и льют и друзья в плане эксплуатации то есть немало есть там иногда жалоб на этот двигатель ну все просто вот сюда под этой крышечкой горловина наливаете не извините всякое говно нормальный бензин 5 как минимум на проверенных заправках либо восьмой но друзья здесь степень сжатия 12 то есть что вы хотите от него здесь только хороший бензин и будет вам счастье то есть и соответственно обслуживаем также в плане масла ну и всего остального но масло основное меняем его на 7 до 10 тысяч желательно на 7 но на практике друзья именно так то есть если вы хотите получить нормальный автомобиль чтобы он вам служил потом долго и отдать его и не писать потом по форумам всякие страшилки что у меня какой-то ужас то то забилось то это то этот автомобиль требователь к бензину и к сервисному обслуживанию масла ребят японцы когда выпускают автомобили да или те же американцы но они не подозревают что могут бодяжить там ужасным образом бензин на заправках поэтому есть определенные условия вот в него допуск минимальный до 95 написано это 95 который 95 но никак не 92 или там что-то между ними поэтому ребят вот этот моментик учитывайте пожалуйста если вы берете вот подобный автомобиль ребят что касается динамических показателей автомобили разгоняется до 100 за 8 и одну секунду ну по сути ребят за 8 чего вполне для эксплуатации в городской их в городских условиях достаточно ребят вообще для чего нужна эта динамика ну на мой взгляд это перестроиться обогнать где-то вырваться то есть именно вот для таких вещей конечно же вовсе не для того чтобы тому участвовать каких-то заездах хотя некоторые пытаются но тем не менее вот этого даже показателя данной ласточки для эксплуатации вполне хватает по подвеске подвеска здесь у нас стоит на двойных поперечных рычагах независимая и передняя подвеска была как раз заимствована с предыдущего аэс а вот задняя была уже изменена и доработана новая конструкция задней многорычажной подвески позволила улучшить сцепление с дорожным покрытием и управляемость этого в базе заднеприводного автомобиля стала гораздо лучше друзья и в габаритах он немножко подрос этот с и каркас кузова здесь стал более жестче то есть желающим блохером да там понажимать как там иногда делают и показать какая консервная банка это что она гнется вы учитывайте посмотрите это видео не забудьте сказать что каркас кузова был здесь боба более жестче выполнен поэтому несмотря на то что металл там делается несколько по иным технологиям безопасность у лексуса особенно остается на высшем уровне и ребят конечно же когда вы видите вот эти нажатия с какими-то прогибаниями это ни о чем абсолютно не говорит вот полностью ни о чем вы если хотите на бронированном автомобиле ездить но купите себе танк тогда это будет самое но там пальцем вы ничего не нажмете не прожмете в плане металла ну и ребят американцы то есть как обычно здесь парктроника вымывать или нет но в некоторых можно до заказывать вот уже в этих более свежих там есть у них функция такая доп опция и некоторые вещи можно до заказывать частности парктроники здесь видите поворотничек у нас на зеркале находится вот таким образом выполнен ну и наша любимая до многих по дверям ребят так глуховатенько нормально вот слышите дверки хорошо закрываются нету ощущение опять-таки консервной банки но это лексус здесь не будет конечно и салончик друзья салончик можно узнать конечно в нем черты предыдущего с ребят сидухи очень удобный вот обалденный знаете сейчас я стану даже вот спину держит вот садишься в них и реально ощущаешь вот упругость такая жесткость идет в сидухах очень приятно то есть комфортно и не то что там они где-то давят конкретно они вас просто держат знаете как такое ощущение что ну вот я сейчас шатаюсь да извините меня не видно но реально вы не вылетите здесь из сиденья очень удобно классно друзья карабасик здесь у нас 6 ступочка айсен удобно вот так оно все выглядит здесь вот заднюю включили сразу данное информационному нас табло камера кстати видно вот очень обалденно я вам не могу даже передать not классно видно то что сзади происходит все причем в цвете абсолютно отлично и здесь у нас есть даже мануальный режим только до заходим в него через d вот до конца здесь и сюда в водительскую сторону и дальше уже вы понятными для вас телодвижениями можете переключаться здесь ребят у нас смотрите регулируется да все вот здесь тактильно вот таким вот образом эти как температурки бегают климат двухзонный понятно но прикольно вот этот они реализовали эти как вот здесь просто вводишь и вот таким образом вы регулируете температуру в салоне управление этим табло у нас происходит здесь джойстика такого тоже удобного здесь есть дополнительные кнопки некоторое меню аудио и также дополнительные режимы эко у нас есть нормал и спорт также да вот кнопка отключения трекинг-контроля снова снег то есть расположение здесь все обалденно и на пять с плюсом здесь круиз но как понятно это американцы то стоит круиз здесь в милях у нас дублируется все в километрах более мелким шрифтом ребят автомобиль этот кстати продается да и у нас будет ссылка стоять в описании под этим видео кому будет интересно по покупке все вопросы к владельцу и что касается места сзади сейчас вот идемте назад перейдем посмотрим что у нас там по месту сзади сидел я довольно комфортно спереди я дверь не хочу закрывать вот темно будет совсем но ребят то есть да довольно таки сзади вместительно комфортно но это не венза вот у меня предыдущая была венза конечно же ну понятно это и класс совершенно другой прикроем дверь то есть здесь в целом тоже как для легкового все классно вот сзади просто обалденный вид такой я балдею когда смотрю на это исполнение честно вам скажу вот очень классно здесь люк у нас америкос вот так видите то есть с люком света когда солнечный день а сейчас солнечный день вообще достаточно обалденно и вы едете наслаждаетесь просто и багажник давайте сейчас глянем наш багажник что у нас там ребят сеточка ну вот он я бы так сказал он стандартный тут нет никаких излишеств нет никакого супер пупер пространство но он и не маленький он стандартный багажник то есть вот все то что вам может понадобиться он небольшой и не маленький вот так вот но сюда все влезет если опять таки автомобили это для вот эту штуку до ручками все автомобиль для эксплуатации в городских условиях ну и сейчас проедемся проедемся немножко на этой ласточки ну вот ребят здесь у нас ямки такой тест полигон такая сбитая сбитенькая ребят знаете что напоминает это по ощущениям ну собственно говоря ее же выпустили как конкурента и выпускают постоянно боевая тройка я как-то на не катался относительно недавно вот по ощущениям также довольно сбита но очень приятно ощущение положительные такие валкости нет лишний такой как ну как лишний к чему-то мы все привыкли да у камреухи там она довольно таки вот супер мягкая такая то здесь она более такую все сбитая и мы вот сейчас поставим режим другой и здесь она вот отображается это у нас спорт и мы вот спорт режиме да вот этим вот этим джойстиком ох ребят и классно вот реально тупо вжимает все духу он сотка ребят от ощущения в спорт режиме просто обалденно но еще аж опять-таки друзья это у нас а в д то есть автомобиль с явными преимуществами очень приятно очень приятно ребят ну что не забывайте нажимать этот колокольчик чтобы вовремя получать уведомления всем удачи добра пока джойстиком